Последний бой на ваших экранах. Уже россиянин бьется. Заур Ревиханов, Россия, и Александр Китиченко с команды Украины. Оба спортсмена прошли тяжелые бои. У них было по два боя. Даже Заур Ревиханов один бой проиграл нокаутом. В фулл контакте он еще выступал. В этом-то в разделе он не проигрывал. То есть он выступал сразу в двух разделах? Сразу в двух разделах, да. И вот собрался, сумел выйти в финал пока один. И сейчас посмотрим, чем закончится этот поединок. Не представили, кто в чем одет. Заур Ревиханов в красном шлеме, в красных перчатках. Его соперник в синем шлеме, в синих шортах. То есть, ну, отличать будет довольно просто. Заметили, как в тяжелом весе изменилась тактика у ребят? Нет суеты практически. Объют наверняка. Объют наверняка. Щиток соскочил у Заура. Сейчас ему все наладят и снова поединок продолжится. Несмотря что тяжелый вес, я смотрю, очень быстрые ноги. Да, действительно так. Хорошо сейчас Заур сконтрил удары ноги соперника и тут же перешел в атаку с левым боковым. Да, можно, наверное, сделать здесь какой-то прогноз, если уж Заур Ревиханов выступал в фулл-контакте. Не так часто сейчас совмещают бойцы, например, фулл-контакт, там, Кейван и Лоу-Кик, то, скорее всего, Заур будет пытаться перерубить своего соперника за счет рук. Потому что у бойцов фулл-контакта, понятно, руки поставлены все-таки посильнее, чем у их коллег, там, из фулл-контакт с Лоу-Киком и Кейван. Ну, он сейчас вообще настроен на победу. В то время как его соперник будет пытаться закончить бой Лоу-Киком, потому что уже у бойцов фулл-контакта ноги держат не так хорошо, как представители Кейван и Лоу-Кик. Так, второй раунд. Да, как думаете, Петр, по первому раунду кто был лучше? Мне кажется, что Заур переигрывает соперника по первому раунду. Пусть немного, но преимущественно на его стороне. Ух ты! Вот, все, мне кажется, можно уже заканчивать. Уже сейчас бой. Хорошая комбинация руками и тут же перевод на удар ноги круговой. Шесть, семь, восемь, девять. Все, правильно, абсолютно. Бой закончился. Делал судья, закончил бой нокаутом, хай-кик, потом добил руками. Посмотрим на повторе, что же тут было. Да, сначала попало рукой, нога, точно, и все, бой закончен. Очень приятно, что Заура не стал добивать, несмотря на то, что судья, может, немножко не успел. Видите, он рукой справа попал, и тут же правая нога пошла. Поняв, что он нокаут. Да, поздравляем Заура, поздравляем российскую, украинскую команду, выиграли они. И на этом мы с вами попрощаемся. С вами в студии были Георгий Иванов и Петр Новосельцев. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова